Всем привет! Готовлю сегодня фаршированный перец. Зритель моего канала попросила снять видео, как я использую вот такой перец в приготовлении. Эти перцы с моего огорода консервировала их цельноплодными и они идеально подходят для фаршировки. Рецепт я ссылку оставлю под этим видео. Итак, что нам понадобится для начинки? Это рис. Рис я отвариваю до полуготовности. Использую именно белые круглозерны, не пропаренные. Затем на большом огне и на небольшом количестве масла я обжариваю лук и морковь. Именно обжариваю, не тушу. Затем понадобится фарш. Фарш у меня свиноговяжий. Говяжий 70% говядины. А свинины 30%. Я его перекручиваю сама. Затем, ну конечно же, перцы. На подливу я буду использовать аджику. Она средней остроты. Понадобится всего лишь пол баночки. Затем буду использовать соус. Здесь чеснок, пряные травы и овощи. И, конечно же, на подливу это томатный суп. Все рецепты на консервацию я оставлю ссылки под этим видео. Еще забыла сказать, что в начинку, конечно, я буду добавлять небольшое количество зелени. Это замороженное с моего огорода. Это укроп. Это петрушка. И базилик. Итак, высыпаем в большую емкость рис. Затем фарш. Обжаренные овощи. Это лук и морковь. Я обязательно добавляю лук и морковь, чтобы начинка была рыхлой. То есть, когда вы делаете начинку, то мяса здесь немало. И начинка берется таким комочком. Я не люблю, когда она плотным комком. Поэтому для разрыхления я добавляю жареные овощи. Еще, конечно же, нужно не забыть добавить зелень. Мы зелень любим. Особенно базилик. Здесь у меня зеленый базилик. Не забудьте, конечно, подсолить. Много я не солю, потому что рис я отваривала уже в подсоленной воде. Поэтому соли добавляю немного. Добавляю черный молотый перец. Все, из пряностей я больше ничего не добавляю, так как у меня здесь пряные травки уже заложены. И теперь еще раз хорошо перемешиваем. Итак, начинка готова. Отодвигаем, пускай пока все специи смешаются. Открыла перец. Сверху я укладывала перцы небольшие, чтобы побольше поместилось. Это сорт оранжевый бык. У меня он вот такой мелкий вырос. Почему начинка должна быть в полуготовом состоянии? Потому что перцы тоже в полуготовном состоянии. Чтобы перцы не развалились при приготовлении, то и начинка должна быть соответствующая. Запах, когда открываешь банку, запах свежих перцев. Я напоминаю, что здесь нет уксуса. Это просто свежие перцы. Это сорт у меня гиганта Росса. Вот такой большой. Я уже говорила, я сейчас его буду разрезать напополам. И так его фарширую. Очень хорошо получается. Обычно мне вот такой трехлитровой банки хватает на мою маленькую семью на две фаршировки. На два раза. Если закрывать меньший объем, это не очень удобно. Я уже пробовала. Все-таки трехлитровая банка. Это вариант. Остатки также в воде храните в банке и выставляйте обязательно в холодильник. И хорошо хранится. Так, еще хотела сказать, что эта банка у меня хранится при комнатной температуре. Даже не в погребе. Начиненные уже перцы я буду складывать вот в такую глубокую сковородку. Решила сделать сегодня так. Большие перцы, как я уже сказала, я разрезаю на две части. Самый важный момент в этом рецепте, в консервировании вот такого цельноплодного перца, это не переварить его. То есть он остается таким же упругим. Видите, он не рвется. Он как пружинка. И в руках не разлазится. Ну, соответственно, и при приготовлении он у вас останется целеньким. Все, теперь берем перчинки и начиняем. Сильно не переусердствовать, сильно не наталкивайте, потому что, чтобы перец не лопнул. Я делаю для себя, поэтому без перчаток. Видите, он немножко лопается, но это ничего страшного. Просто сильно не заталкивайте фарш. А теперь вот такой обрезанный. Вот так ладошку подставляете, чтобы здесь как донышко образовалось, и все. И он отсюда никуда не выползет. Останется в перчине. Получается вот так. Тоже укладываю. Следующее. Очень приятно зимой открыть такую банку и нафаршировать перца. Это совсем не покупной. Он так же пахнет, как свежий. Если у вас остался фарш, можно его заморозить, убрать в морозилку и потом опять использовать в фаршировании. А можно сделать такие тевтельки, заложить сюда. И тоже будет очень вкусно. Пирец у нас готов. Теперь сделаем заливку для перца. Для этого, я уже говорила, буду использовать аджику. Здесь пол баночки. Это буквально для пеканки. Здесь у меня соус с пряными травами. Все добавим. И это томатный сок. Так, с чашкой я не подрассчитала. Все, сейчас я это залью в перце. Все, и теперь я сейчас ставлю на огонь, чтобы он протомился. Накрываю крышкой и примерно на полчаса после закипания, не более. До закипания я выставляю на максимум. Как только закипит, снижу температуру на троечку. Фаршированный перец готов. Получается быстро и очень вкусно. Все, что я заготавливаю летом со своего огорода, замечательно съедается зимой. Приятного вам аппетита! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok